Обычно родные сёстры растут непохожими друг на друга и выбирают для себя разные профессии. Но не Анна и Татьяна Козючиц. Мы расскажем о судьбе двух популярных актрис, как они живут сейчас и почему они решили покорять сцену вдвоём. В середине 80-х в семье популярного советского актёра Юрия Козючиц и его жены-врача-терапевта надежды случилось сразу два радостных события. В июне 1983 года у супругов родилась девочка Аня, а в январе 1986 года на свет появился их второй ребёнок – дочь Татьяна. Позже супруги вместе с дочерьми обосновались в Минске. Анна всерьёз занималась художественной гимнастикой, а Татьяна училась в музыкальной школе и заботилась о бездомных животных. Но в один миг их привычный ритм жизни оборвался. Глава семейства и звезда комедии Аль Сестрати считанные недели скончался из-за онкологии. Сёстры Козючиц тогда твёрдо решили пойти по стопам отца и покорить российский кинематограф. В 14 лет Анна Козючиц отправилась в студию при театре киноактера. Через год она уже играла Машу в «Щелкунчике», а в 16 лет предстала в русском театре в образе Офелии из «Гамлета». После школы яркая и талантливая девушка устремилась в Москву. Она собралась поступать в Щукинское театральное училище, где когда-то учился отец. На съёмках дебютной киноленты Анна встретила и свою настоящую любовь режиссёра Егора Граматикова. Но мужчина был тогда женат на актрисе Лике Добрянской, с которой они растили их общего сына. Поэтому отношения с режиссёром завязались гораздо позже, когда его жена скончалась от онкологии. Ребёнка любимого мужчины Анна приняла как родного и продолжала считать мальчика близким и после рождения их общего сына Даниила. Замуж за Егора актриса выходила уже беременной, однако семейное положение не помешало козючить построить великолепную карьеру. Актриса активно снимается в кино, а среди её работ есть много успешных картин. В августе 44-го «Кодекс чести» на «Безымянной в высоте», «Синие ночи» и многие другие. Кроме актёрской деятельности, Анна попробовала себя и в роли телеведущей с декабря 2020 года ведёт ток-шоу «ДНК» на НТВ. Младшая сестра Татьяна тоже поступила в Щукинское училище, чем сильно удивила свою маму. Последняя искренне считала, что дочь станет певицей, но всё изменил случай. На третьем курсе Минского музучилища девушка посмотрела мюзикл «Метро» и в тот момент поняла, что хочет блистать на сцене не как музыкант, а как актриса. Так будущая актриса поступила на актёрский факультет, но музыку бросать не собиралась. В кадре Татьяна Козючиц смотрится не менее органично, чем старшая сестра. Успех к девушке тоже пришёл во время учёбы в институте. Статная красавица отлично вписалась в ряды балерин в картине «Георг», а потом блистала в фильмах «Королева льда», «Любимая дочь папы Карла», «Одна ночь любви» и «Гадание при свечах». Однако, несмотря на большое количество предложений от режиссёров, конкуренции между сёстрами нет, у девушек совсем разные амплуа. Что же до личной жизни Татьяны, то семейное положение актриса держит в тайне. Она предпочитает не обсуждать тему отношений в интервью, не носит кольцо на безымянном пальце правой руки и не публикует фото любимого мужчины в социальных сетях. Известно, что детей указючить с младшей пока нет. И всё время актриса отдаёт карьере, путешествиям и саморазвитию. Обе сестры смогли реализовать свои мечты, построить карьеру в одной профессии и избежать конкуренции. А что до личного счастья, то у каждой оно своё.